Дзержинском районном суде завершили рассматривать дело в отношении Ольги Варжийновой, медсестры, которая обвиняется в том, что добивала евромайдановца на ступенях в метро. Прежде чем приступить к дебатам, прокурор объяснил Варжийновой, что она может воспользоваться законом об амнистии. Суд в разі надходження такого клопотання повинен розглянути його та задовольнити. Це можливість була тільки стороною обвинувачення. Тому я не міг не спитати думку обвинуваченню щодо наявності, можливості подачі такого клопотання особисто нею. В разі, якщо сторона обвинувачення подає клопотання про застосування відносно обвинуваченню закону України про амністию, все одно вирок суду повинен бути наявним. Та в цьому вироку зазначається про наявність застосування указаного закону про амністию. Простими словами, суд в любом бы случае должен был вынести приговор, и только после его вступления в силу вступал бы в действие закон об амністии. Так или иначе, Варжийнова отказалась от права воспользоваться данным законом, правда ни она, ни ее адвокат не пояснили, чем отказ обоснован. В своем заключительном слове подсудимая поясняет, она невиновна, судит ее по политическому заказу. За що живи стояли на майдане? Чтобы правосудие оставалося дійсно при старом режиме, чтобы правосудие осуществлялось по указанню сверху, я хочу жить в правовом государстве, где действуют и соблюдаются законы Украины. И права каждого человека, независимо от его политических взглядов, будут защищены законом Украины. Если виновен, докажи, и только потом докажи. Предъявленные обвинения считают невозможным и недоказанным. Виновны себя не признают. Каждый посудимый имеет право на справедливое разбирательство, делая независимым и беспрестрастным судом. Правосудие – это суд по праву. Суд основан только на законе, и он неправо руководствовался эмоциями и моральным кредериями. Я готова к любому решению суда, к любому приговору, принесенному суду. Однако я заявляю, что я буду до конца бороться за свою честь, свое доброе имя и наказание всех нужных лиц, приложивших руку к фальсификации уголовного дела. Ваша честь, вам предстоит оценить представленные обвинения в доказательстве и по своему внутреннему убеждению в соответствии с законом. Поэтому я прошу, уважаемые судьи, вынести справедливое решение, а продать меня. Спасибо. В материалах криминального проведения было несколько видеозаписов, но на позаминулом заседании, за клопотанием сторони захисту, было долучено еще два видеозаписи, которые они хотели трактовать в биг захисту, как будто наш потерпелый сам спонукал такие действия в Аджинове, как будто он сам головой бился по их ногам. И на этих видеозаписах, даже лучше, чем на записах канала АйСиТВ, было видно обличчя в Аджинове, было видно, что в безусловной близкости находится святок, который был запитанный, он специально одягнул тот самый одеж, на котором был в течение этих событий, он познакомил ее, описал обличчя, очи, ніс, зачистку, он голосовал на том, что она пофарбировала волосся, то есть святок в пизнах и безостережный, и те два видеозаписы, которые надав нам сторона захиста, безпосередньо подтвердят вину и наявность Аджиновой на месте подия. О сфабрикованном деле заявил и адвокат. Защитник уверен, ни одного доказательства о причастности его подзащитной к избиению человека нет. Мол, материалы видео могли быть сфабрикованы, да и доказать, что на видео именно Аджиново очень сложно, хотя сторона обвинения убеждает в обратном. Промова Аджиново просто вразила нас своей циничностью. Людина, вкотре подтвердила, что не собирается просить пробачивания, считая, что ничего противоправного не выполняла и чем продемонстрировала свое явное злеваживое ставление до всего украинского законодавства. Интересно, но судебного процесса вовсе могло и не быть. В зале суда пострадавший заявил, если бы еще тогда Аджиново принесла свои извинения, он бы отозвал иск. Для меня нет цели посадить человека. Мы хотели, чтобы она попросила прощения, и таким образом был бы совершенно другой разговор. Она этого не сделала, потому что она не считает себя виноватой. Но если она не считает себя виноватой, значит, пусть будет все так, как это написано в законе. Выслушав все стороны, судья удалилась в совещательную комнату. Оглашение приговора назначено на утро 9 февраля. Если Ольгу Воржинову признают виновной, ей придется провести 3 года в заключении.